МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». В этом году под эгидой президента страны Игоря Дадона фестиваль семьи пройдет уже не в одном, а в трех городах. 12 мая пройдет Камрадский этап, 13 мая – Бельский, 15 мая – Кишиневский. На фестивале подготовлены спортивные, музыкальные и просто развлекательные номера. Все они будут подобраны таким образом, что было интересно и взрослым детям. Уверен, что с тезисом «крепкая семья, крепкая страна» согласен практически каждый. Семья – не только ячейка общества, но и главный фактор демографического роста. Тема «Сохранение и укрепление института семьи» – тема сегодняшней программы. У нас в гостях в студии депутат парламента Владимир Односталко. Здравствуйте! Добрый вечер! То, что в 21 веке институт семьи находится в состоянии института, который подвержен частым атакам. Я говорю о том, что пишут наши коллеги, журналисты на Западе, о том, как развиваются взаимоотношения и отношения к институту семьи, говорит о том, что сегодня институт семьи находится и в состоянии глубокого кризиса, с одной стороны, и в состоянии необходимости выжить в очень сложном либеральном мире. Мировой либерализм делает свое дело. И все же, насколько эта проблема сохранения института семьи, укрепления его является глубокой вообще и в частности в Молдове? Знаете, я думаю, здесь ситуация немножко и глубже, и шире, чем она описана западными коллегами. У них там ситуация, на самом деле, по-моему, так еще хуже, чем у нас. Почему? Потому что, во-первых, у них все, что связано с эмоциональным контактом внутри семьи, с отношениями искренности, теплоты, доверия, обстоят дела не так, как у нас. У нас все-таки это лучше, у нас люди ближе, люди привыкли общаться чаще. То, что мы видим по телевизору, вот езжу тоже по Европе, бываю в других странах, там нету такого. Я не хочу сейчас говорить плохо о них. Лучше скажу о нас хорошо, потому что все-таки у нас семья лучше. Да, есть у нас проблемы с институтом семьи, они как объективного, так и субъективного характера, как внешнее воздействие, так и внутренние причины существуют. Что касается объективных причин, на сегодняшний день семья у нас, никто не оспарит, что это первая чайка общества, никто не говорит о том, что семья состоит из, семья это не приоритет государства. Да, декларируемо это приоритет государства. Что делается по факту, это мы еще обсудим. Есть объективная причина выезда за границу родителей, одного из родителей. Выезда за границу по причине элементарного отсутствия денег. Это гастерватеры, это люди, трудовые мигранты выезжают, мы это видим. Вследствие этого хуже всего, что уезжает молодежь, которая вот-вот должна создать семью. Хуже всего, что уезжают молодые родители, которые, если есть ребенок, естественно, мама остается здесь. То есть проблема следующего порядка, проблема отсутствия поддержки со стороны исполнительной власти на сегодняшний день. И мы видим, что эта ситуация, она набирает обороты последние 7-8 лет. Ты имеешь в виду ослабление внимания государства к институту семьи, сохранению этого института? Абсолютно, конечно. Мы же видим, что в 2012 году была принята страшная поправка по поводу защиты сексуальных меньшинств. У нас когда такое было? Равенство шансов так называют? Я не буду называть это равенство шансов, нужно говорить это так, как оно есть на самом деле. Это правда. Что значит защита сексуальных меньшинств? Во-первых, мы не будем возвращаться к определению ВОЗа, Всемирного организма здравоохранения, что они считают под этим термином. Но у нас в стране это ненормально. Это ненормально нашему менталитету, нашему воспитанию. У нас на сегодняшний день священники, церковь обращает на это внимание. Они маршируют, у нас марши проходят. При этом раньше такого не было, потому что раньше не нужно было это все защищать. Это было аксиома на сегодняшний день. К сожалению, как это ни странно, но исполнительная власть, парламентское большинство лоббируют, будем говорить так, как оно есть. Вот эти греховные вещи, вот эти организации проводятся различного рода форумы, информационные кампании, безобидно они называют, информационные кампании без страха. Но, ребята, это страшно. Что значит без страха? Это страшно, когда разрывается семья. Мы же идем к странам Скандинавии, в Норвегии и Финляндии. Высокий уровень жизни. Люди живут намного лучше, чем в континентальной Европе. Но при этом там с институтом семьи огромные проблемы. И об этом не говорят у нас, об этом нас умалчивают. А на сегодняшний день там ситуация с однополыми браками, она приветствуется. На сегодняшний день органы опеки могут отобрать ребенка у полноценной семьи, где мужчина, женщина и дети, и передать его через какое-то время, либо в однополой семье. То есть, где родители один, родители два, вот так они себя позиционировали. Да, это та практика, которую у нас европейцы пытаются внедрить. Но хуже всего, что парламентское большинство демократической партии, а до этого это были другие партии, тоже либерально-европейского толка, просто копируют. Абсолютно не думая о том, а нужно ли нам это. Не спросив людей, ребята, а вы хотите быть однополыми или не хотите быть однополыми? И вот такая ситуация, она подрывает, конечно, основы. С другой стороны, у нас существуют связи с экономическими причинами, социальными причинами, сложность общения внутри семьи. Мы видим, что люди много работают, это объективно нужно, потому что необходимо кормить семьи. Не хватает времени на то, чтобы проводить с семьей. Я сам, например, мало внимания уделяю, есть такое дело. Иногда стараюсь исправляться, но как получается, так получается. Сегодня можно в прямом эфире извиниться перед семьей за то, что мы не находимся сегодня дома. Они знают, они понимают, и такая ситуация во многих наблюдается в направлениях. Поэтому здесь тоже нам нужно подойти к этому вопросу. И здесь очень важна роль министерств, правительства, государства в целом, когда они должны удивлять внимание тому, чтобы дети и родители общались, создавать эти условия, создавать им зоны отдыха, создавать правильные мероприятия, правильные идеологические мероприятия, чтобы не просто это была банальная развлекаловка, а чтобы, если это было общение, то пусть это будет спортивное общение, развлекательное общение, но в нем будут участвовать все члены семьи. Это ведь правильно. Это так должно быть, это так было, так мы росли. А у нас на сегодняшний день, к сожалению, уделяется внимание авторизациям на строительство в упущении детских площадок. Извините меня, не хочу возвращаться опять к грустной теме, но мы имеем такую ситуацию. Такая практика. Но ведь смотрите, специалисты, глубоко изучающие проблему сохранения, устойчивости института семьи, заметили, что вот все то, что так называемая легализация или, например, институтализация, к вечеру уже сложно выговорить эти слова, но тем не менее, вот то, что связано с выведением на первый фланг информационного поля таких вещей, как сохранение или продвижение равенства шансов, ведь, по сути, подтачивает то, что является фундаментом не просто, ну, знаете, безопасности семьи, а фундаментом национальной безопасности. Ведь, например, модель нашей страны, которая строится на православных, на традиционных ценностях, это в том числе и сохранение института семьи. И когда мы понимаем, что общество навязывает, не предлагает, а навязывает ту или иную альтернативу, то это, прежде всего, удар даже не просто по институту семьи, сколько, например, удар по институту национальной безопасности. То есть, вот, есть ли в этом утверждении рациональное зерно, насколько глубоко действительно уходит вот в этом исследовании специалисты, и насколько вот в этом плане подрываются национальные безопасности нашей страны, насколько она подвержена сегодня вот таким вот опасностям? Давайте возьмем пример Германии, Баден-Баден. Там живут почти все пенсионеры. Там молодежи очень мало. Давайте возьмем пример Китая, там где очень много молодежи, потому что там семейная политика это приоритет государства. Они же просчитывают на десятки лет, сколько им будет необходимо, трудовых ресурсов и так далее. Они все это видят. У нас на сегодняшний день, опять возвращаемся, не хочется возвращаться к политике, но, к сожалению, для того, чтобы изменить ситуацию с демографическим кризисом, с демографической ямой, в которой мы оказались, я хочу напомнить, никого не хочу пугать, но надо говорить правду, как она есть. Последние 8-9 лет у нас тенденция разрыва вилки между рождаемостью и смертностью все больше и больше. Если у нас до этого, да, были проблемы, был минус в рождаемости, но как минимум разница уменьшалась, то сегодня она все больше и больше. За последний год почти 4% у нас в минусе. У нас детей родилось почти на 4% в минусе. А плюс ко всему у нас в регионе самая большая детская смертность до года. А это медицинское обслуживание, это социальная защита и так далее и тому подобное. И когда нам приводят вот эти вот семейные ценности, европейские, будем так говорить, ведь в Европе есть много чего хорошего, нужно брать это. Но они откуда идут? Они идут от чиновников европейских, которые приходят и говорят, ребята, мы вам даем кредит, мы вам даем транш очередной, какой там подсчет, мы вам даем немножко гранта. Но взамен мы хотим, чтобы вы были вот такими. И правительство народа не спрашивает, а ты хочешь быть однополым или ты не хочешь быть однополым? Ты хочешь, чтобы твой ребенок, извините меня, видел вот этот срам по центральной улице столицы, когда для него, я извиняюсь, примария зачищает центральную площадь. Они ее убирают, так как не убирают никогда для новогодних праздников. Это же страшно, это же стыдно. Вот такая ситуация происходит. И получается, с одной стороны, что наши правители берут денег в европейских структурах, в других международных структурах. Нас заставляют принимать вот эти вот ценности, вот эти вот положения. Рассказывают нам, что, ребята, в этом ничего плохого, мы вам даем выбор. Нам не нужен этот выбор. Наша страна давным-давно определилась. У нас у людей все хорошо. Есть мужчина, есть женщина, есть семья, семья нормальная, с детьми. Так оно должно быть, так оно и будет, потому что в любом случае хороших людей больше, людей, понимающих намного больше. А то, что у нас появляется подобного рода движений, подобного рода фестивали, вот сейчас там какой-то фестиваль будет в очередной раз проходить. Ну, ребят, вот вы идите туда, за кордон, делайте там, что хотите. Но не нужно делать это здесь. И ведь хуже всего что? Приезжают иностранные граждане, которые маршируют по нашим улицам. Показывают вот эту срамоту, в прямом смысле этого слова. Показывают это нашим детям. Пытаются продвинуть это в школы. Что давайте вот мы расскажем. Недавно в интернете читал, тоже писал об этом заметку. В европейской стране одной вели, тоже молодой член Евросоюза, значит, они набрались вот этих модных штучек. Учебник, в котором рассказывается об однополых браках. Дошли до чего? Потому что детям первые и пятые классы, когда у них формируется эмоциональный стержень, когда он пластилин, и с него делают активного гражданина с позиции патриотической, ему внушают, что он оказывается не совсем мужчина, либо не совсем женщина. О чем речь идет? У нас есть природа. Природа нас такими создала. Или посмотрите, другой, опять же, сравнение. Может быть, кому-то покажется плохо, но у нас говорят постоянно, говорят о том, что женщины у нас унижены. Ну слушай, женщины от этого чувствуют себя униженными. Это что, какая-то маргинальная группа людей? Нет, это такие же члены нашего общества, как мужчины, как женщины, и об этом говорят. Существуют многие специалисты, не буду называть фамилии, иностранные приезжают сюда, и говорят о том, что у нас женщины в институтах, в университетах к нам ходят, в нашем обществе женщины находятся на низшей позиции. Уважаемые коллеги, есть закон развития жизни, есть место женщины, есть место мужчины. Причем и мужчины, и женщины знают свое место. И никто не претендует на место другого человека. Это нормально. Если женщина обладает способностями более лучшими, чем мужчина, пожалуйста, у нас сколько руководителей женщин, у нас сколько руководителей мужчин? В парламенте, пожалуйста, премьер-министр, лучший премьер-министр в истории Республики Молдова, Гречана, Зина Петровна, женщина. И ведь никто никого не ущемлял. Своими способностями ты проходишь вперед, ты реализуешься, достигаешь результатов, делаешь людям добро. Она нам прививает в том, что мы должны женщин превозносить такое впечатление, что мы их, мужчины, стараемся унизить. Это неправильно, мы любим наших женщин, наши женщины вообще лучшие молдавские. И когда к нам приходят и говорят, что мы их должны больше защищать, все хорошо, мы их так хорошо защищаем. Да, стоит вопрос от кого. Но вот, Владимир, на ваш взгляд, в чем причина, какова цель вот всего вот таких вот поползновений на институт молдавской семьи? Какова цель вот продвижения вот этих так называемых европейских ценностей? Основная цель и четкая определенная задача – это уничтожить страну нашу. Потому что если не будет нормальной полноценной семьи, соответственно, не будет молдовы. Когда у нас на сегодняшний день уезжает по сто с лишним человек в сутки, понятно, какая-то часть возвращается, но основная эта часть остается. Уезжают люди детородного возраста, которые могут воспроизводить потомство, создавать у нас здесь семьи. Уезжают люди, оставляя, остается здесь либо мать, либо отец. Понятно, что они не будут заводить ребенка, потому что у них есть один, им нужно как-то его выкормить, самим продержаться. Цель очень простая – уничтожить Молдову. Это один из элементов. Точно так же, как приходят униянисты всякие, точно так же, как у нас неофашизм пытаются там какие-то организации. Вот на 9 мая мы маршировали, собрались огромная колонна, десятки тысяч человек. У памятника Штефана Челмаре собрались несколько десятков фашистов, поклонников Гитлера, их вообще никто не замечал. Но самое главное – их убрали оттуда? Нет, их не убрали оттуда. Вот такая же ситуация у нас и в вопросах института семьи, и в вопросах вот этих греховных вещей. Будем говорить так, как оно есть, не будем выбирать язык дипломатии, потому что на сегодняшний день нужно об этом говорить громко. Ну вот взаимоотношения, диалог между государством, между исполнительной властью и институтом семьи. Есть ли какая-то все-таки, не знаю, программа поддержки? Есть ли необходимость в этой программе поддержки? Если есть, то как она реализуется? И достаточно ли это внимания сегодняшнего исполнительной власти к сохранению, поддержанию института семьи? То, о чем вы говорите, мы можем судить по одному признаку. Это результаты, которые мы имеем на сегодняшний день. Когда у нас увеличивается количество семей, когда у нас увеличивается количество семей, которые имеют двое, трое и более детей, когда у нас появляется больше молодых семей. Это есть результаты тех политик, если они есть, о которых вы говорите. На сегодняшний день у нас пишутся программы, пишутся законы, стратегии, политики, концепции нашим правительствам. Они все издаются, печатаются. Но это все лишь в большинстве своем текста. Это бумага. Почему? Потому что под это все необходимо выделение определенных средств. Это все должно как-то поддерживаться. Тогда, когда у нас незастрахованная мама, ребенок ни при чем, то, что мама не работала в этот период, получает в месяц по уходу за ребенком 540 леев, 540 леев прожиточные минимум в стране на сегодня, 1866 леев, 30 бань. Как она может с ребенком прожить на эту зарплату? Когда у нас в стране на сегодняшний день количество семей с тремя детьми уменьшается, я говорю о совершеннолетних, когда у нас на сегодняшний день появление первого ребенка становится в более позднем возрасте, начинается. Когда у нас на сегодняшний день у молодых ребят нет желания создавать семью, вот они гуляют вместе, они там дружат, но они боятся семьи, потому что, во-первых, им негде жить. Государство попыталось, правительство попыталось исправить как-то эту ситуацию, так называемая программа примакаса. Будем говорить так, как оно есть. На самом деле это провальный проект, мы изначально о нем говорили, потому что на сегодняшний день в муниципальном совете есть доступное жилье программа фракции партии социалистов. И он ее разрабатывал совместно с товарищами. У нас в парламенте есть подобные программы. То, что предложило правительство, это неработающий инструмент. И я объясню, почему. Потому что на сегодняшний день правительство из той суммы, из того миллиона лей доступности, там какая ситуация, миллион лей может стоить твое жилье. И вот исходя из этого, мы обеспечиваем, говорит Филипп, мы обеспечиваем 50% суммы за жилье. Обеспечиваем, это не называется, дарим вам эти деньги бесплатно. Вот, ребята, мы считаем, что вы нам важны, пожалуйста, возьмите их. Это только говорит о том, что перед банком правительство страхует эту сумму, если у тебя нет залога. Да, ты платишь 10%, но банковский процент под программу Примакас, он такой же, как и обычный процент, без программы Примакаса. Но вот у меня товарищ, пойду посмотрю, все-таки интересно. Они два молодых специалиста, у них заработная плата почти позволяет, потому что там же еще вопрос заработной плате. И в конце концов у нас что получилось? Он говорит, Владимир, ситуация следующая. 9,2% годовой процент за квартиру. Говорит, однокомнатная квартира мы нашли за 24 тысячи евро, но через 20 лет мы должны будем заплатить за нее плюс 17 тысяч. Мы отказались, потому что нам же не дают эти деньги бесплатно, потому что в случае, если они не смогут выплачивать, у них отберут эту квартиру, государство заберет свое, банк свое, этот инструмент не работающий. Необходимы инструменты, вот по типу, опять же, возвращаясь к фракции нашей Монсовете по предложению Чибана, тогда, когда определенное количество денег, определенная сумма выдается абсолютно бесплатно, тогда, когда процент очень маленький, он доступен. Вот в Европе, да, нам привозят оттуда методики различные, механизмы, видения, но наша власть исполнительная, она не говорит о том, что там жилье по 2-3% для молодых специалистов, в год 2-3% при этом наше правительство берет оттуда кредиты и продает эти же деньги нашим людям в 2-3 раза дороже. И говорит о том, что, понимаете, европейцы нам помогли. Ну, давайте не будем обманывать, наши люди не глупые. У нас есть программа по защите, значит, есть стратегия поддержки семьи, есть такой документ, я его нашел. Не указано, сколько денег было потрачено на протяжении реализации этой программы. Я пытался через депутатские запросы, через звонки в министерство узнать, какая же сумма была израсходов, ведь от этого зависят и результаты программы. Есть одна формулировка, которую использует правительство всегда в рамках существующих ресурсов. А с учетом того, что у нас финансирование на социальную сферу идет по принципу следующего. Вначале мы отдаем долги зарубежным кредиторам, тем, у кого взяли. После этого мы идем по направлению социалки, начинаем выплачивать зарплаты, пенсии, пособия и так далее. Это внутреннее обязательство правительства. К сожалению, по тем суммам, то, что выплачиваются людям, обязательствами это назвать очень сложно. Это подачки, это то, что есть на сегодняшний день. Если взять, опять же, почему у нас люди не хотят работать официально? Этот вопрос увязан с пенсионной системой. Потому что они прекрасно уже знают, уже уверены, к сожалению, уверены в том, что они не будут получать пенсию. Люди моего возраста говорят, Владимир, зачем нам это нужно, тогда, когда мы не будем получать пенсию. Говорят, вон эксперты говорят, что через 10 лет взорвется пенсионный фонд. Ну, правительство пыталось там поднять возраст пенсионный, несмотря на обещание предвыбленное, что этого не будет делаться. Оттянули взрыв. Ведь концептуально вопрос это не решается. Просто все вуалируется. И вот какая-то мишура на это все. У нас пенсионный фонд очень маленький будет. Они не уверены в этом, не хотят молодежь остановиться на работу официально. А если делают это, то на какой-то минимальной заработной плате. А в конце мы получаем пособие у них, а не пенсии. И в конце мы получаем какую ситуацию, как ежегодно у нас последние 4 года пенсионеры имеют проблему. 35-38 тысяч человек. После индексации они почему-то меньше получают. Есть такой механизм, ловкость руки никакого мошенничества. Когда у пенсионера пенсия переходит за порог 1500 лей, вот у него забирают 90 лей, 180 лей, что дают. Вот в этом году та же самая ситуация. А ведь это все факторы, которые показывают социальные гарантии, которые выдает государство своим жителям. И они понимают, зачем нам здесь создавать семьи. Зачем нам здесь вкладываться. А это же титанический труд. И рисковать. Пока мы молоды, мы уедем из страны, попытаемся создать там, где лучше. Там же тоже нехорошо, но там просто лучше. Да, более комфортно, возможно, решать социальные вопросы. Но ведь, смотрите, нельзя ведь не утверждать, слушая вас и понимая, что происходит в нашей стране, нельзя не согласиться с тем, что все это размывает или подмывает в общем-то главный стержень, который формирует наше государство. А именно семейные ценности, семью и нежелание молодых людей создавать семьи как раз и не дает возможности развитию страны. Потому что создавая семьи, ты планируешь свою жизнь. Планируешь жизнь в этой стране, где родился, где живут родители, где похоронены твои предки. Ты понимаешь, что ты становишься частью истории, хочешь продолжить эту историю. Но сегодня мы видим, что, как вы заметили, все меньше и меньше людей, которые свое будущее видят вместе с будущей Молдовы или, во всяком случае, ассоциируют это как-то. Я, слушая вас, вспомнил, что еще не так далеко в советское время государство ковало, будем говорить так, граждан с активной жизненной позицией. То есть формировало семьи, то есть помогало, насаждало тезис, будем так говорить, или предлагало в качестве одного из такого развития. Мы формируем граждан с активной жизненной позицией. То есть семьи могли отдавать своих детей в бесплатные секции, бесплатные, это спортивные, художественные, развивая художественные таланты своих детей. Для того, чтобы ребенок мог найти себя в будущем, мог найти, понять, раскрыть себя, понять свои возможности и дальше становиться активным членом общества, продолжая, в общем-то, ну, будем говорить, как тогда говорили, линию партии, фактически то, что, в общем-то, давало этой стране развитие. Ну, если пойти глубже, в XIX веке существовал домострой с его определенными, будем говорить, пусть архаичными сегодня, но теми ценностями, которые связаны были с религией, формированием семьи, опять же, папа, мама, я и так далее. Все это потом стало, ну, развивалась советская идеология. Сегодня у нас XXI век на дворе, мы видим эпоху эгоизма. То есть каждый выживает сам, побеждает сильнейший. И получается, что и семью способен создать тот, кто вот в этой гонке на выживание выигрывает, то, в общем-то, сумел, подавляя, будем говорить, конкурентов, сумел создать для себя более-менее такой удобный, комфортный пояс или там, так сказать, ареал, и может позволить эту семью. Потому что сегодня содержать в семье молодой человек, который вышел из стен учебного заведения, он просто стоит перед дилеммой, как выжить самому, а уже как выжить в тандеме, это, наверное, просто невозможно. Вот что сегодня можно предложить людям, которые все-таки хотят сохранить себя в этой стране, что можно предложить им в качестве альтернативы тому, что навязывает государство в сегодняшнем виде? Я думаю, во-первых, нужно перестать навязывать, что, как показывает практика, это не дает результатов и как качественных, так и количественных, мы видим. У нас в последние годы уменьшается количество детей. Если раньше у нас, буквально несколько лет назад, было порядка 740-745 тысяч, то 1 января 2017 года у нас 681 тысяча детей до 18 лет. Это говорят данные статистики. Это не мы придумали. Для того, чтобы молодой человек, либо молодые люди захотели создать семью. И вообще, наша проблема в чем? В том, что они не остаются в стране. Это самая большая проблема. Они не чувствуют, у них недостаточно чувства патриотизма. У нас нет вот той идеи, которая бы сдерживала, которая бы говорила, да, тяжело, да, сложно жить на 2-3-4 тысячи лей, но это моя родина, я здесь останусь, потому что через какое-то время я сделаю ее лучше. Мне здесь будет лучше. То есть на этапе начального образования мы уже теряем гражданина? Мы начинаем терять на этапе детских садов, что у нас в детском саде мало кто говорит о том, что наша родина Молдова, у нас язык молдавский, мало сказок хороших, мало методик недостаточно правильных, которые бы формировали бы это мировоззрение у детей. Ведь дети это пластилин, особенно до начальной школы. Я вот, несмотря на свой возраст, хорошо помню, например, как нам читали молдавские сказки, такие сказочные герои, как Фет Формоз, Ильяна Кассензиана, оно уже настолько-то в подкорке живет, мы знаем все приключения этих народных героев. Об этом и речь, об этом и речь, а у нас на сегодняшний день со сказками большая проблема, да, есть писатели, которые развивают это направление, но посмотрите, что у нас с Союзом писателей, там, вы мне, конечно, извините, я скажу так, как есть, если ты не униониста, ты не человек. Вот такое отношение сегодня в Союзе писателей. И у меня есть конкретный случай, не буду сейчас говорить, тогда, когда человек занимается патриотической работой, работает над патриотическим воспитанием, над нравственным, эмоциональным воспитанием молодого поколения, и его прижимают за то, что он не унионистских взглядов. До чего дошло? О чем мы говорим? Когда у нас в садике, вот я был на старой почте в садике, проводил встречу с коллективом, и педагоги говорят, а нам на весь год выделили 2000 леев на закупку учебно-методических материалов. Что на эти деньги можно купить? Что на эти деньги можно купить? Какую литературу можно купить? Ведь сам воспитатель, он тоже должен обучаться, он тоже должен повышать квалификацию, тоже должен расширять опыт и инструменты своей работы. Вот, пожалуйста, отношения. Дальше мы идем в школу. В школе у нас какая ситуация возникает? Опять история румын, а не история Молдовы. То есть опять мы убиваем патриотов? Мы опять убиваем наших патриотов. У людей нет чувства приземленности, у молодых людей. Они не видят родину в этой земле. С одной стороны, мы говорим о том, что Штефан Челмайер наш герой, с другой стороны, его руманизируют. Вот, слава богу, сейчас вышли три фильма больших, очень интересных. Я многое сам не знал, например, о Штефан Челмаре. Да, этим занимается президент на сегодняшний день. Да, идут законопроекты о том, чтобы и инструменты о внедрении истории Молдовы, родного нашего края, чтобы мы знали, мы молдаване, вне зависимости от того, на каком языке ты говоришь, какая у тебя национальность, какой ты религии и так далее. Ты живешь здесь, ты молдаванин, точка. Потому что, когда мы едем в любую страну мира, откуда с Молдовы, а молдаване, и не важно, кто ты по национальности, ты молдаванин для других, этого нет. Молдавский язык, то же самое. Ведь это проблема есть на сегодняшний день. Я надеюсь, мы придем к тому, что добьется президент, чтобы у нас был молдавский язык, обучался в школах. А у нас на сегодняшний день, вы видите, что происходит. Многие директора школы, они вообще исповедуют идеологу иностранного государства. Иностранного государства. У нас на сегодняшний день есть эта проблема. Дальше. Когда мы идем в университеты, вы посмотрите, что там тоже происходит. А ведь это все молодое поколение. 10-15 лет, все, прослойка ушла. Ушла прослойка нашего населения. У нас уже есть там размытость. У нас уже есть там проблемы, которые нам нужно как-то решать. А ведь их никто решать не хочет. Не хочет наше правительство. Министр образования, она не хочет думать о том, что у нас бакалавр на сегодняшний день. Это проблема. С одной стороны, это правильное образование. Да, действительно, нужно сдавать бакалавр, потому что весь мир переходит на систему бакалавр. Но вы посмотрите, что весь мир делает с этой системой бакалавра. Они ее адаптируют исключительно под национальный интерес. Исключительно под себя. А мы что взяли? Скопировали европейцев? У нас предметов в лицее больше, чем в Европе. И мы этим хвастаемся. А то, что у нас дети, я извиняюсь, у них с моторикой элементарно проблемы. У них психика у многих проблемы. Они забыли, что такое эмоциональный интеллект. Они не знают, что такое эмоционально теплое общение. Он бежит со двора делать, потому что завтра будет проблема в школе. А в конце года его под камерами будут смотреть. Но у депутатов и у министров нету камер. Мне кажется, очень большое несоответствие есть между тем, что предлагается в качестве образования государством и тем, что необходимо этому ребенку в будущем. Выбор даже, допустим, высшего учебного заведения не соответствует и государственному заказу, государственному запросу, какие специалисты нужны. И более того, я скажу, что есть, ну, это уже повсеместная практика. Часто семьи, которые неравнодушны к будущему своих детей, вынуждены давать ему чуть ли не два образования негласно. То есть, да, ты учишь то, что от тебя требуют в твоем среднем учебном заведении для того, чтобы сдать экзамен согласно этим тестам. Но в то же время, если ты как родитель хочешь увидеть в своем ребенке, ну, будем говорить, тот кругозор, который достоин ребенок, человек будущего, ты вынужден им заниматься, нанимать репетиторов. И это, с одной стороны, перегружает. Потому что, да, есть требования государственной программы, но есть и требования чисто человеческие, чтобы человек знал историю, настоящую историю своего края, родной язык, язык страны. Знал и еще несколько языков для того, чтобы развиваться в будущем, реализовать себя. И понимаешь, какая огромная нагрузка ложится на молодые, неокрепшие души, на немолодые, неокрепшие организмы. То, в общем-то, задача стоит, мне кажется, колоссальная. И я склонен быть убежденным человеком, что все то, что мы сегодня видим в системе образования, навязано для того, чтобы уничтожить и саму систему, а вслед за ней, наверное, и само государство. К сожалению, у нас нет системы образования. У нас есть, и об этом говорят и педагоги всех уровней, начальная школа, и лицеи, и высшие учебные заведения, и средне-технические. У нас нет этого. На сегодняшний день есть министерство образования, которое там скопировано с министерством культуры, которое также финансируется по остаточному принципу. Вот оно что-то там проходит, какие-то реформы они заявляют о них, при этом без консультирования со специалистами, теми, кто работает в поле, теми, кто работает в классах непосредственно. Вот там давайте уберем систему оценивания, давайте, не надо, это травмирует ученика. Понятно, что травмируют. Так для этого должны быть психологи, которые будут правильно работать. А что же будет застимулировать? Для этого нужно готовить учителей, чтобы они могли передавать эту правильную энергетику, это правильное направление этому ученику, чтобы он не боялся, чтобы не было у него травмы. А при этом, при всем, посмотрите, у нас единственный вуз, кто готовит педагогов, это педагогический университет Иоанна Крянга. Это уникальный университет. Посмотрите там, кто учится на сегодняшний день. Студентов все меньше и меньше. Педагогам, профессорам, докторам, которые там работают. Заработная плата очень низкая. Эти люди, помимо того, что они обучают людей, которые должны обучать наших детей, они же еще думают о своей семье. А что у меня там происходит? Какой у меня там бэкграунд сзади? Что меня ждет? Следующий очень важный вопрос. Вот вы затронули о том, что на сегодняшний день негласные родители дают второе образование. Ведь проблема здесь в чем? В отсутствии планирования, в менеджменте, в управлении. Ведь для этого не нужны деньги. Для государства нужна элементарная воля, знание управителей, дисциплина управителей и искренность перед собственным народом. Нужно спланировать. У нас на сегодняшний день столько-то производства. У нас на сегодняшний день рынок нуждается, рынок труда нуждается в таком количестве таких-то специалистов. А у нас этого нету. У нас все идет хаотично. Госзаказа нет. У нас на сегодняшний день все говорят о том, что фармацевтов в стране недостаточно. Многие жалуются о том, что понимаете, я прихожу в аптеку, а вот там стоит молодая девушка, либо молодой парень, и он не знает, что мне там порекомендовать. Оказывается, что он студент еще. Оказывается, что он не подготовлен. А потом мы выясняем, к примеру, в этом году у нас ни одного, не поступил ни один человек по бюджету в мединституте, в медуниверситете по специальности фармацевтика. У нас, оказывается, государству не нужно это все. Вот, пожалуйста, проблема идет дальше. Мы говорим постоянно о проблеме с учителями, но при этом у нас в этом направлении тоже работы не проводится. У нас рынок труда молодых специалистов по специальностям, он деформирован, он неуправляемый, он неанализируемый. А ведь, посмотрите, пример Российской Федерации. Очень интересный. Я сейчас занимаюсь разработкой этого проекта. Уникальный, на мой взгляд. Это система ранней профориентации. Это то, чем должно заниматься Министерство образования совместно с другими межсеркториальными министерствами в начале обучения. Это не должно быть в лицее, это должно быть еще в начальной школе, в переходящей 5-6 класс. Естественно, под это нужны методики. Естественно, под это нужны специалисты. Самое главное — желание. Это же комплексная работа. Тогда, когда президент Путин поручил общественным организациям, которые финансируют из госбюджета. Ребята, вы кричите о том, что у нас проблемы с профориентацией и выявлением того, что нам надо. Вперед, работайте. Молодые люди, волонтеры, специалисты совместно с чиновниками из Минобразования Российской Федерации подготовили специальную всероссийскую программу, изучили этот сегмент, разбили его по частям. Они поняли, кем хотят стать их молодежь российская, что необходимо государству, какие специальности, что необходимо инвесторам, которые приходят, какие те хотят специальности. Как это урегулировать потом? Как это спланировать правильно? Как это вывести с пользой для экономики страны, которая потом вылится. Все мы будем потом хорошо жить. У нас этого нет. У нас нет этого. У нас на сегодняшний день, посмотрите, система профориентации. У нас о чем говорит? О том, что этим должны заниматься психологи. У нас психологи на сегодняшний день исключительно в лицеях. У нас же в селах лицеев почти нет, это единицы. У нас там нет психолога, кто будет этим заниматься. У нас в городе психолог перегружен. 800 человек в лицеях, что один человек сделает? Он ничего не сделает. Это очень сложно. Этим должны заниматься и другие специалисты. Этого нет. А это очень хорошая практика. Причем она же не стоит много денег. И она приносит результат. Следующий очень важный вопрос, тоже вы его затронули. Это вопрос того, что у нас молодежь на сегодняшний день не патриотична. А как она будет патриотична, когда у нас, я извиняюсь, патриотизма, мероприятий, нет государственной идеологии патриотов. У нас на сегодняшний день был Киртуак унионист, который стелился перед унионистами. Сегодня у нас Раду унионист. Когда у нас на площади, она вычистила так площадь под марш унионистов и под их мероприятие. На праздники так город не очищает. Это же страшно. Вот, пожалуйста, столица. Володя, время диктует завершать нашу с вами беседу, которую хотелось бы продолжить еще раз. И мы обязательно это сделаем, продолжим с вами этот диалог. И тем не менее, давайте подведем черту. Мы с вами встретились накануне фестиваля семьи. Прекрасного начинания, которое поддержано и которое сегодня уже, мне кажется, становится доброй и хорошей традицией в Молдове. Сегодня мы говорим о том, что этот фестиваль семьи пройдет уже в трех городах. Не только в главном городе страны, но и в таких городах, как Камрад и Бельце. И вот, чтобы подвести черту, хотелось бы, наверное, что-то сказать в адрес или в качестве поддержки тем людям, которые придут на этот фестиваль. Которые должны почувствовать себя солидарны вот в этом порыве сохранения института семьи. И как бы это ни звучало высокопарно, но тем не менее, это необходимо. И пусть мы, в общем-то, мамы, папы и в то же время одновременные чьи-то дети чувствовали себя вот таким единым коллективом. Вот на ваш взгляд, что должно поддержать нас вот в этом единении? В первую очередь, понимание того, что Республика Молдова – это моя родина. Себе должен сказать каждый, независимо от того, кем он себя считает и как он себя видит. Потому что мы живем в этой стране. Нас эта страна растит. Все мы помогаем друг другу. Мы можем уехать в любую другую столицу, либо город мира, но мы там никогда не будем чувствовать себя родными. Нам всегда будут отношения как к приезжим. Что касается того единения, которое происходит на подобных фестивалях. Во-первых, здесь, если можно, два момента очень коротко, два блока больших. Что касается работы президента в этом направлении. Первая работа, она проводится на законодательном уровне. Это большой проект «Семейный капитал», который был предложен президентом еще более двух лет назад. И он широко обсуждался. Наша фракция его в парламенте поддержала. Провела регистрацию еще одного проекта. Это множество инициативы по защите и поддержке семьи. Как финансовой, так и не финансовой. Второе направление. Это направление общественно полезное, патриотическое. Которое не просто для развлекаловки, как у нас бывает. Пришли там на день защиты детей. У нас либералы, они любители помогать детям. И они подумали почему-то, что объявление 1 июня выходным днем – это помощь семье и детям. Ну, бывает, люди делают то, что… Так они это видят. Да, так они это видят. Но власть будет делать, что хотят. На сегодняшний день это третий фестиваль. Третий фестиваль. Третий год проходит этот фестиваль. Мероприятия, которые там проходят, на самом деле, они очень интересны, с какой точки зрения. Когда туда приходит бабушка с ребенком, с внуком своим, туда приходят все члены семьи. Либо мама приходит, либо папа приходит с каким-то ребенком. Все действия, все события там, они направлены на игру, на взаимодействие, на общение всех членов семьи. Это очень важно, чтобы понять там, что в очередной раз, что мы все-таки, как бы тяжело бы ни ни жилось, какие бы проблемы бы ни были, эмоционального характера, психологического характера, финансового, в конце концов, мы семья. Как бы там ни было. И только друг дружке помогая, мы можем как-то достичь лучших для нас позиций. И самое главное в этом направлении, конечно, хотелось бы пригласить всех, кто хочет прийти, всех, кто может прийти. И завтра в Камбрате это будет проводиться, в 11.00 на центральной площади, 13.00 мая это будет в Бельцах. И, конечно, огромный беспрецедентный праздник будет в городе Кишиневе 15.00 мая, непосредственно международный день семьи на центральной площади в 16.00. Кстати, впервые за 25 лет, 27 лет нашей независимости у нас в стране в сентябре месяца под эгидой президента пойдет Конгресс семьи. Это масштабное, грандиозное мероприятие, в котором примут участие десятки стран. Наша страна первый раз в истории будет принимать подобный форум. Это большая честь. И та повестка дня, которая будет там, она, конечно, даст большие результаты в первую очередь для нашей страны. И, на мой взгляд, это самое главное, что может быть. И, на мой взгляд, это лучшее, что нам на сегодняшний день нужно. И еще один очень важный момент той линии, которую мы проводим, буквально очень коротко. Ведь защита семьи, материнства и детства — это не деятельность только на каких-то памятных датах. Это делается ежегодно. Мы работаем с фондом «Первой леди». Это постоянно еженедельные какие-то действия, еженедельная помощь, еженедельная заинтересованность. Это постоянно работа в территориях. Какие проблемы? Здесь, давайте поможем, там поможем. Вот это настоящая работа в защите института семьи. Это приводит к тому, что и результаты есть, что отец не уезжает на заработки, потому что он знает, что у меня здесь есть поддержка, у меня здесь есть работа. Мать понимает, что у нее все хорошо. Вот, пожалуйста, в Ковшанах недавно был случай, там 18 детей. Они жили вот в таком вот домике. Фонд «Первой леди» решил эти вопросы. И многие-многие другие вещи. Вот в комплексе законодательной работы, с общественно полезной работой, с патриотической работой это даст и дает уже тот результат по формированию правильного образа семьи. И в практическом плане люди не уезжают, которые у нас на сегодняшний день есть. Владимир, большое спасибо за этот разговор, за информацию, которую донесли до зрителя. Будем надеяться, что все лучшее в ваших начинаниях воплотится. И мы со своей стороны, журналисты, поддержим вас в этом. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента Владимир Односталко. Говорили о семье. Главное не забывать, что семья – это территория любви. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин